Сто процентная раскрываемость по преступлениям 105 и 111 статей. Речь об убийствах. Это ключевой показатель работы регионального следственного комитета за первые полгода 22-го. И это только часть общей статистики, которая порадовала и в Рио губернатора. Надо сказать, что ваша ответственная и профессиональная работа, она очень многое влияет. Рязанцы видят, что система работает, виновные несут наказание, а значит они не теряют веру в справедливость. Уже мы сегодня говорили, в зоне особого внимания у нас, конечно, должна быть борьба с коррупцией. Это наша общая работа и правительство области здесь окажется необходимая поддержка, помощь. Работают следователи не только по делам текущим. Есть в региональном СК второй отдел по расследованию особо важных дел, который занимается уголовными делами прошлых лет. За эти полгода раскрыли 37 преступлений по 32 уголовным делам. По результатам расследований перед судом стали более 100 лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, в том числе и результаты различных уровней, влаживатель, муниципальных образований, добросовестных представителей правоохранительных органов, адвокатов. По традиции награды за отличные показатели в работе получили лучшие сотрудники. Правда, нельзя сказать, что хорошие результаты отдела – это заслуга персональная. Владимир Никешкин, руководитель следственного управления, отметил в своем выступлении отличившиеся следственные отделы. Поддержали и добрую традицию – вручили благодарственное письмо родителям отличной следовательницы. Профессия следователя, о которой она очень давно мечтала, она осуществилась. Вот письмо благодарственное. Очень все хорошо. Я очень рада за свою дочь. Другую традицию возобновили. В преддверии дня работы органов следствия подвели итоги конкурса работ представителей СМИ по формированию объективного общественного мнения по деятельности Следственного комитета. Благодарность выразили журналистам, которые широко освещают работу следователей, в том числе и нашему телеканалу. Расширенное заседание коллегии прошло в двух частях. В первой – торжественной – подвели итоги и наградили лучших. Вторая же посвящена докладам руководителей и постановке целей на остаток года, чтобы показатели были, как минимум, не хуже. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».